Я, ну, я нормально к Тодоренко отношусь, даже сочувствую ей, но если говорить, что у тебя ранения, из нее вытекают рекламные деньги, она говорит, приложите фильм, надо остановить утечку рекламных денег. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал. Все, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы уходите. Помните, когда уж меня не будет. Старик говорил нам добро. Простяйте, будет. Андрей, фольгу не выбрасывай. Не буду. Белый ты выбрось. Хорошо. Ты фольгу же не отнесешь, чтобы она гуся сделала. Что-что? С яблоками. Фольгу. Да. Гусь с яблоками. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь гусь с яблоками? Я, по-моему, один раз съел. Как это вкусно, реально? Не очень. Ты пробовал гуся с яблоками? Ну, типа, яблоки, мне кажется, они нужны, чтобы... Типа, черные яблоки, отвертник на продукты. Не, они просто нужны, чтобы, типа, мясо как-то, там, я не знаю, помягче было. Ферментировалось. Нормально? Нормально, нормально, да, ферментировалось. Вот, а когда мясо само по себе нормально, как-то странно. Туда еще яблоки пихать. Круто. Что, не смотрел? И смотрел и получил огромное удовольствие от нового выпуска Парфенона про 2007 год. Вы не смотрели? Нет. Ты не смотрел? Нет, про 2007 год. Очень насыщенный год. Ну, по сравнению с этим, конечно, любой год насыщен. Но 2007 год очень насыщенный год вообще и во всех сферах политических. А что там было? Технологических. Ну, допустим, в 2007 году вышел iPhone. Вот как из таких. Блин. Капец, как недавно, на самом деле, нет? Как тысячу лет назад. Нет, я каждый раз, когда узнаю, что iPhone, ну, типа, вот, вышел в 2007, у меня четко убеждение, что он годы 75-го здесь. Ну, то есть, я настолько привык, условно, там, к смартфону, что я такой, бля, 13 лет всего. Всего 13 лет, прикинь. С другой стороны, если сказать, что было, типа, дальше выход iPhone или дефолт 98-го, то хочешь сказать, что они примерно одинаково. Да, да. Так, знаешь, типа, ну, где-то там, вот, в то время, как раз же там, типа... Плюс тогда в России появились одноклассники, появился ВКонтакте 2007 годов. А, в Существе, да? Да, потом там были вот эти протестные акции в Эстонии, помните, когда солдаты, эстонские власти, вот этот мемориал солдату-освободителю... Угу. Сносили? Да, его там сносили. Потом речь Путина в Мюнхене. Где он на немецком говорил? Не, не на немецком, на русском. Где он так дал понять Западу, что у России свой путь, тебе вот тут надо вытереть. Да, я вообще подумал, что... Он дал понять Западу и нам, что у нас теперь свой путь. Да, я вообще подумал... А, представили Медведева еще в 2007 году и, по-моему, Олимпиаду в Сочи. Я вообще подумал... Так это Дима. Да. А, это кто? А, это Дима? Дима. Он будет здесь теперь. Вот. Можете запомнить общество, но оно попозже пригодится. Да, да. Ну, и на следующий год он стал президентом. Это и была соль шутки. А, я понял. Вообще, я подумал, что очень... Мне, нам повезло, мы же примерно одного возраста, что мы попали вот именно на это время. Вот те, кто родились в 80-х, они помнят отчетливо, как я помню, все 90-е практически, где-то с 92-го года по 93-й. Ой. Потом у меня была кома. По 2000-е. Здесь, понимаешь? И потом 2000-е. Ну, ты говоришь, мы помним. А что ты помнишь из 90-х? Ну, так просто вот мне интересно. Я все помню. Все помню. Я помню, как хлынул товар. Вот это же, типа, очень... Столько лет было, что это очень личные воспоминания. Например, если меня спросить, Андрей, какое самое вот бывало важнейшее событие в 90-х? Важнейшее. Важнейшее событие было, что у нас улицу перекопали натурально. Два года там не ездили машины, потому что она была вот так вдоль перекопана. Да, у нас такое тоже было на улице. И для меня это было важнейшее событие, потому что я жил на улице и был вынужден добираться домой в такой ситуации. Там параллельно еще какие-то события происходили просто, помимо того, что у меня была перекопа на улице. Я помню дух. Как сказать? Не дух. Ну, я помню вот это настроение 90-х сильно. И оно абсолютно другое, чем настроение 2000-х. Слушай, это точно эпоха рынков, я вот помню. Да, 100%. Потому что сначала я ходил, ну, пока в школе учился там закупаться с родителями на рынок. Потом уже, когда же в Воронеже учился в училище, мы сами ходили. И рынки, я помню, даже в рамках рынка были точки, которые были элитными. Знаешь, что такое? Ну, типа там подороже продавалось. Я там купил впервые в жизни неосознанно. И они, думаю, неосознанно мне ее продали майку Тимбалэнд. И она капец, как долго мне прослужила. То есть все шмотки такие там рвались через месяц. За это я там лет шесть носил. Ну, я точно помню. Ну, вот 2000-е и 90-е, их можно разделить. Но самое же в нашем случае интересное, что при нас поменялся мир с появлением, как бы это банально не звучало, интернета. Он же реально поменялся. Это было при нас. Мы жили до без этого. При нас это начало появляться. И сейчас мы живем с этим, будем жить с этим и умрем с этим. Вот как думаешь? Это даст бог. То есть нам повезет. Ну, условно. Ну, а прикиньте же, если, ну, я имею в виду, что сейчас так быстро все развивается. Вот твоя фраза может же по-другому звучать. Мы родились с этим, мы живем с этим. Ну, а мы просто не факт, что умрем. Да, да. Ну, просто придумают сейчас и все. Появление интернета у человечества в какой-то степени субъективно можно, хотя все можно сравнить субъективно, но можно сравнить с появлением огня у человечества? Я не знаю. Он хочет сказать, что пользы от огня чуть побольше. Я поэтому и сказал субъективное сравнение. Так, понимаешь, все что угодно можно сравнить. Нет, просто, ну, на огне ты можешь пожарить мясо, а на ВКонтакте ты мясо не пожаришь. Вот объективно. Но это изменило нашу жизнь. Но по интернету ты можешь заказать себе огонь. Или мясо. То есть фактически, да. Слушайте, а я думаю, что, возможно, интернет может быть даже покруче огня. Да. Ну, смотри, как он меняет жизнь. Ну, вот я сегодня читал. Компания Твиттер все разрешила своим сотрудникам, любому сотруднику, работать из дома. Их немного там в Твиттере. Ну, неважно. Вот просто сам факт такие. О, вот так пускай будет. И это все благодаря интернету. Ну, это, скорее всего, благодаря ковирусу. Как вам то, что высшие чины начали заражаться коронавирусом? Да. Не помог этот блокатор вирусов. Он же Песков приходил. Помог. Он его снял. Он заразился после того, как снял. После того, как снял. И Мишустин. Поверил. Какой-то из вас вот честно проскакивала такая мысль о том, что это специально, чтобы показать населению. Эта болезнь не бережет никого. Не щадит никого. Просто была идея, что я говорю Тимуру, что есть все-таки ощущение. Ты такой, все-таки я не верю в теорию загру, но натурально. Они собрались тянуть спички, и Мишустин просто вытянул коротку. Ему говорят, ну тебе болеть? И он такой, типа, я болею, и все. И уехал болеть. А сейчас, типа, смотрят, видно, недостаточно. Надо еще одного. Не знаю, я для себя принял решение, что мне легче, типа, ну да, заболел и заболел. Ну, чем копаться, заболел, не заболел. А это для того, чтобы... Ну, типа, все, уже примем, давайте к сведению, что нами манипулируют. Все уже. Просто пускай будет факта. Лучшую шутку про мировое, про теорию загоров и мировое правительство сказал Александр Невзоров. Он сказал, что если человек тебе начинает говорить про мировое правительство, это, считай, он тебе показал справку. Да. Ну, смешно. Ну, да. Это да. Так и мы на втором месте теперь. Да, кстати, неожиданно для меня. Георопу оставили позади. Про Италию, да. О, наконец-то. Позади оставили. Надо натереть американцам очко. Представь американцев. Рывок. Где хоккеисты, блядь? Где это? А представь... Пусть все хоккеисты заболели. Представь, обгонят США, и потом будет большое расследование о том, что это тайные лаборатории России. Родченков? Нет, тайные лаборатории России, они специально так заражали для статистики, чтобы Россия обогнала США, и потом будет сильно большое расследование, и соберется ВОЗ, все соберутся и исключат Россию из всех следующих пандемий. То есть они не могут больше... Нет, мы там будем выступать, но не как россияне. Да, мы не можем больше. Под нейтральным флагом будут болеть люди. Он хитрый план. Ты заболел, тебе говорят, ты не в статистике. Не в России. Не в России ты. Да. Все подбил. Ну, исключается из всех следующих пандемий человечества. Не участвует Россия. Было бы круто. И еще ведут разговоры, чтобы забрать эту пандемию. Да. Из этой тоже исключить. Скажут, что это на самом деле... Лишить этой пандемии. Лишить второго места. Все ли понимают наши отсылки? Надеюсь, что... Надеюсь, что... Да, Тимур, не то, чтобы это прям супер отсылки, знаешь. Не Дэвид Линч, поверь мне. Видел видео, где Дэвид Линч читает прогноз погоды. Скажи, да, вообще все фильмы Дэвида Линча выглядят, как будто Дэвид Линч читает прогноз погоды. Ну, он на YouTube-канале выпустил, что Дэвид Линч просто 13, сколько минут читает прогноз погоды. Причем я там читал, что это не первое видео такое. Ну, то есть уже несколько таких было. Ну, просто я, когда посмотрел первый раз фильм Дэвида Линча, это был «Шоссе в никуда», я, ну, не понял. А «Малхоллом Драйв». Я потом смотрел «Малхоллом Драйв». Я, скорее всего, что-то смотрел, но я даже не знал, что это Дэвид Линч. А «Головоластик». Мне не очень такой кино. А «Человек-слон» — это он снял? Нет. Да, он. Алиса, кто снял фильм «Человек-слон»? Дэвид Линч. Видишь, Андрей. Да, я не прав. Не разбираюсь в фильмах Дэвида Линча. Так вот, я всегда... Мне очень нравится его камео в сериале «Луи». Ты видел? Нет. Если что. Знаете, там есть камео в трех сериях камео Дэвида Линча. Камео — это что значит? Когда он играет сам себя. Или нет? Или он не сам себя играет? Короче, это когда ты появился на чуть-чуть. Короче, он в трех сериях там играет Дэвид Линч. Это не камео, точно нет. Я просто к тому, что я, например, не очень понимаю его кино, и все, что он делает, и для меня всегда была загадка, почему люди с таким восхищением смотрят. То есть я, ну, загадка не в смысле, что я говорю, не смотрите это, пиздец, а я просто не понимаю, мне кажется, может быть, я просто недостаточно развит, чтобы оценить парнюю мысль. Ну, это как разбираться в картинах. Ты разбираешься в картинах в живописи? Я вот ноль вообще, ноль. Я, знаешь, даже, скорее всего, поставь передо мной шедевр и кусок говна, я скажу, что кусок говна – это шедевр. Ну, я его быстрее пойму, понимаешь? Понимаю. Да, у меня, я когда в музей иду, я такой, ну, мне, во-первых, кажется, что в музее половина людей, ну, не разбирается. Вот. А вторая идея, которая у меня возникает, когда я прихожу в музей, что, ну, ты же понимаешь, что музей – это место, где собраны картины, которые тупо дожили до нас. Не самые лучшие, не самые великолепные картины, а просто, блядь, что не сгорело, не сгнило. Вот, например, смотри, очень простая мысль – в любом музее большом есть место, где натюрморты. И вот там, если ты ходишь, тебе что говорят? Натюрмортами любили украшать что? Ну, столовые, вешали их где? Над камином, поэтому, ну, картина висит над камином, рано или поздно она становится грязной, отмывать тогда никто ничего не будет, просто выкидывать нахуй, да? Возникает вопрос, какие натюрморты до нас дошли? Ну, блядь, самые хуёвые, потому что хорошие от веселья их выкинули, а плохие все такие, блядь, я не знаю, заказал, пусть стоит в этом, в чулане. А потом хуяк и в лувр, понимаешь? Также это касается всех остальных картин. Мне кажется, что если бы сейчас какой-нибудь там, знаешь, такой натуральный живописец переместился бы, он пришёл такой, типа, это что, блядь? Как-то мы перемещаемся, знаешь, в будущее, да, а в музее там, знаешь, там такие рамки и там обёртки из Макдональдса, да, типа, говорят, вот, смотрите, так они заворачивали гамбургеры. Это, типа, один из немногих дошедших до нас образцов искусства 2020-х годов. Ну, я с тобой не соглашусь, потому что всё-таки дошедшие картины, те картины там из коллекции, которые покупали, и поэтому они где-то там выжили и так далее, и так далее. Кстати, вот в фильме про 2007-й год, там как раз-таки тоже один из таких событийных моментов, это открытие, это перепрофилирование вот этих промышленных, заводских районов под галереей модной, как пример мне привели, винзавод тоже открылся там в 2007-м году. Ну, прикольно, вот видишь? Как Тейт Модерн в Лондоне, Тейт, который, типа, в этом здании, в таком. У меня, кстати, в этом ключе, я когда в Лиссабоне был, ты же ходил к ним вот на это арт-пространство, как там называется? Да, Лиссабон один из самых красивых городов в мире, ты был там. Крутейший, да, и я понял, что мы вот русские, что точно хорошо умеем делать, это, ну, пиздить. Так, поясню. Ну, грубо говоря, ну, вот ты в том арт-пространстве был, и меня оно вообще не впечатлило, то есть у нас депо, ну, в миллиард раз лучше. А, депо, это не арт-пространство. Ну, блин, любое другое назови. Гараж. Ну, гараж прикольный был. Так я про это и говорю, что там хуже, я вот про что. Хотя, вроде как, то было референсом для многих арт-пространств здесь. Ну, я бы не сказал, у России в плане именно культуры живописи, музейнга. Старое доброе русское слово музейнг. Музейнг, да. И у них очень богатые традиции, Руслан. Нет, я согласен с тобой. Здесь не соглашусь, что они на кого-то опирались. Не-не, идея из чего-то промышленного делать арт-пространство, ну, все-таки она не наша. Это просто джентрификация обычная, это как бы тенденция всего мира. Ну, грубо говоря, может, тогда поправьте меня, я просто когда был в Лиссабоне, мне сказали, вот, сходи туда. Это вот было референсом для московских арт-пространств, которые там создались чуть попозже. Я туда пошел, и там очень странно, очень странно. Типа одно кафе, какой-то один магаз такой модный, маленький, вот как у вас в студии. Так, работы были художников, биенналии были? Я чуть ничего не видел. Прикол в этом. Ну, не особо. Депо – это фудкор, если что. Не-не-не, ну, короче, не докапывай сейчас сильный мой слой. Не, винзавод – это как бы галереи. Переделка этих советских вот этих вот промышленных мануфактур в арт-пространство, либо в молодежные пространства, там, в современные и так далее. Я про это говорю, что у нас они реализованы очень круто. С нами рубрика от Aviasales. Ой-ой-ой, Андрей, я человек простой. Вижу Андрея Коняева и ебучую географию, ставлю лайк. Тимур, у тебя очень хорошо получается пересказывать мемы из комментов. Сегодня мы, значит, у нас снова рубрика «Ебучая география». Мы говорим в эпоху коронавируса о местах, куда, возможно, в будущем людям удастся полететь, когда вернутся самолеты, такие большие летающие птицы. Что ты знаешь про Амстердам? О-о-о, как давно я ждал. Прикинь, так сказать, ничего. Амстердам – один из моих самых любимых городов. Ты как-то говорил это, расскажи почему. Не могу тебе рассказать, просто для меня лично это очень творческий город, и не из-за стереотипов, которые там есть, свободные продажи и легализации марихуаны, проституции, magic truffles. Знаешь, что такое magic truffles? Нет. Да. Нет, просто это очень с точки зрения архитектуры, вот мне вот такая эстетика архитектуры очень сильно нравится. Там их, одни из самых любимых городов, там, это Амстердам и Нью-Йорк, и вот половина Нью-Йорка, как ты знаешь, отстроили голландцы. Мне вот очень нравится вот Амстик с точки зрения архитектуры, с точки зрения какой вот там дух. И вот я считаю, что это очень творческий город. Амстердам – это крутое место, чтобы попробовать селедку. Опа. Да, дело все в том, что Амстердам превратился из небольшой сравнительно деревни в большой город благодаря селедке. Кому что, Андрей? Да, кому что, архитектура там, знаешь, архитектура музея – это все очень важно. Но там натурально на улице можно купить одну из самых вкусных селедок, тебе ее дают в хлебе, к этому дают немного лучка и немного маринованных огурчиков. И то, что получается, это идеальный офигенный бутерброд, его нужно обязательно попробовать, обязательно на улице. Я пробовал, также там очень вкусные мидии. Да, море продукты вообще-то. У меня вообще вот конкретно мидии как-то там их голландцы делают по-особенному тоже очень вкусные. Поэтому не зря я поставил лайк. Не зря ты поставил лайк. Это была рубрика «Ебучая география». Ставьте лайк, как Тимур. Совместно с Авиасейлс когда-нибудь мы все снова еще слетаем в Амстердам. 9 мая прошло. Какие ощущения? Бля, мы же обсуждали, что мы не будем про это говорить. Я впервые в жизни за долгое время опять подумал эту мысль, типа, нахуя такой салют? Вам не показалось, что он был ужасный? Ну, я при всем уважении, это все круто, символично, я понимаю, что значит салют и так далее. Но вот я впервые за долгое время реально подумал, а нахрена такой салют? Ну, вот такой. Типа, ну, он художественный. Коля, вот мы перешли от галереи художества, арта и к всему этому. Салют же был, ну, как мне кажется, художественно ужасен. А это знаешь почему? Потому что в России салютами занимаются военные. Первый же салют... Нет, ну так и есть. Я только сейчас это понял, да, действительно, я понимаю. Да, первый салют был в 44-м году, и он был очень просто устроен. До этого, ну, там, салют был, условно, там, в 906-м или 902-м, там, что-то такое, мы про такую разницу говорим. В России, да, Миша. В Советском Союзе, да. И, соответственно, они такие, типа, 40 лет не было салютов, они такие, что делать, как делать салют? Ну, там как будто лучше было. Они знаешь, что сделали? Они что сделали? Они взяли, они собирали их из подручных средств. У них были сигнальные ракеты, вот, они брали сигнальные ракеты, а это такой патрон, и у него такой шарик, который красиво горит, когда летит, и вот мы его видим, разных цветов. Они просто эти шарики навырезали, брали холостой заряд для пушки, забивали туда эти шарики в каком-то там большом количестве и выстреливали их из пушки. Именно поэтому все салюты, которые вот классические, советские рисуют, они такими, вот знаешь, как пучок такой летит, вот там палочка, звездочка, палочка, звездочка. Короче, салют – говно. Так я тебе говорю, это типа и традиция пошла, что этим занимаются военные. Как идея, да? Сам по себе это нормально. Нет, не как идея, как идея салюта прекрасно, символично и так далее. Воплощение, вот как он выглядит, на мой взгляд. Слушай, а дым очень сильно стоял в этот раз, мне издалека было видно, что просто так. Это как взять вот охапку денег, вот так вот бросить ее и вот так стоять. Красиво, да? Ну нет, можно же красиво кидать, вот именно что. Понимаешь, как ты там, не знаю, отрядить 1 долларовый в одну пятитысячные, там рублевые купюры в другую, там как-то пух-пух. А тут просто пух. Как-то больше разговоров бы было, если бы каждому ветерану, который остался сейчас жив, купили бы по Майбаху. Зачем мы в Майбаху? Ну больше же разговоров было. Да, зачем мы в Майбаху? Или по квартире, самой лучшей. Ну понятие, самая лучшая квартира, растижи. А мне больше всего не нравится вот тема переодеваний на 9 мая. Она, кстати, тоже началась относительно недавно, там лет 7-8 назад, когда люди, вот пилотки, когда я типа использовал эти, как их, георгиевские ленточки, потом пошли пилотки, пилотки прогрессировали уже полностью. Полностью форму, да. И больше всего меня смешит при этом инстаграм и чиновников. Я, ну иногда чекаю, у меня есть пару любимых чиновников, и они, один из них, короче, знаешь, которые вот у них, вот их инстаграм, это полностью отчет лояльности к Владимиру Путину. Каждая фотография, чтобы подтверждать. Каждый пост, да, это отчет лояльности к полностью вот действующей линии. И он, они там разоделись полностью, короче, в солдатов, разожгли костер, солдатскую дуэль, буханки, с автоматами, музончик там подобающий такой. И вот таких я много так явил, когда полностью нарядились. Это же косплей, да? Да, это косплей настоящее. Да, 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 да. Потом эти, там, звезды, инстаграма, они же тоже все там... Ольга Бузова. Она, да? Да. Да, она где-то там у дерева, да, сфоткалась? Да, сфоткалась. Ну вот там, короче, она сфоткалась красиво. Да. Так, немножко светской хроники опять. К ней мы вернемся позже. Мне вот больше всего вот это не нравится. Вот у меня есть очень простая мысль. Я вот с ней столкнулся в этот раз. Вот, ну, там же, когда показывали по телеку парад, пролетали самолеты. Там, кстати, было смешное... Я был на даче, прямо надо мной летели. Там был свой парад. Да, два. Там было забавно, что они зачем-то в середине парада вставили компьютерную графику, когда камера отлетала от самолета и забыли нарисовать пилота. Там самолеты без пилотов летят. Ну, это, типа, вообще не имеет отношения к истории. Просто вот такой нюанс. Работая с изображением. Вот. И там, перед тем, как, значит, Путин, значит, выступил, сказал свои слова, дальше должен начаться парад. И там был промежуток, где играют военные песни и показывают военную хронику. В целом, обычная военная хроника, очень понятная, да, война, там, кто-то погиб, кто-то что-то, несут раненых. Вот. И сидели мои дети, и они вообще не понимали, как им вот это воспринимать. То есть они сидят, и им неудобно. Им неудобно, и в каком-то смысле понятно, почему им неудобно, потому что, ну, как-то они знают, что война, 9 мая, День Победы. Но вот это такой момент, когда для того, чтобы они прониклись вот этой хроникой, для того, чтобы они поняли, что конкретно там происходит, нужно посадить их, да, и нанести им, ну, небольшую психологическую травму. Вообще, любая, любой процесс обучения, взросления – это последовательность травм. Ну, здесь такая, то есть ты сажаешь, там, 4-летнего и 6-летнего, и начинаешь им объяснять, что, вот видите, вот мальчик плачет, у него мама только что умерла, вот от мамы она мертвая. Вот. И это, конечно, травма для ребенка. Ему вот только что веселился, да, сел у телека посмотреть, ну, парад, сейчас машина, для него же это все такое. А ты ему вот начинаешь затирать про войну. И сложность состоит в том, что чем дальше мы движемся, тем сложнее объяснить себе и окружающим, зачем нужно наносить себе эту травму. Потому что я про себя подумал, что вот есть фильм, про него много вспоминали, «Иди и смотри». И я его ни разу не смог посмотреть от начала до конца. Алиса, кто режиссер «Иди и смотри»? Элиэм Клинов. Спасибо, Алиса. Это фильм, который рассказывает про геноцид в Белоруссии. В деревне. В деревне, да. Там Галкин молодой играет. Я не знаю. Да, да, да. Да, это тяжелый фильм. Вот. И ты смотришь это кино, и оно очень тяжелое. И я понимаю, что я не хочу, вот не хочу его смотреть. У меня, типа, много проблем сейчас. И садиться, и вот снова погружаться, и снова напоминать себе про этот ад. Я не хочу. А, соответственно, если, ну, просто не могу себе это позволить. Вот. И выясняется такая история, да, что вот этот пронанесение себе психологической травмы – это вроде как день, когда мы вспоминаем. То есть мы должны потратить свое время на вот такие сложные вещи, тяжелые, рефлексировать, возможно. Но не хочется. Не хочется. А поэтому, да, заменяется, ну, там, где пустота, пустоты же не бывает, это заменяется очень простыми понятными символами. То есть не сесть, подумать, да, не сесть, попытаться как-то, знаешь, человек же как переживает, он переносится туда, да, не перенестись туда, не подумать, а что бы ты делал, блядь, по колено в грязи, да. А вот лучше ленточку повязать, да, не подумать про то, что произошло и как это получилось, и имеем ли мы право винить всех, кто там был, а вот сняться с пилоткой. Ну, я вот про это говорю, я не договорил, это неуместно, переодевавшись, напоминать о том, что война это обычно. Да, 100%, конечно. Потому что парады, летающие самолеты, ездящая техника, переодевание в военную форму, говорит о том, что типа война это обычно, но война это беспрецедентно, всегда. Брат, но при всем при этом это лидер в оружии пропаганды, вот лучше, чем в нашей стране война, чем 9 мая, лучше пропаганды нету, поэтому вот так просто взять и от нее отказаться. Меня другой момент смутил, знаете, я даже такой, ну, может, я сам себе это придумал, но вы же видели, как Путин возлагал цветы к могиле неизвестного солдата? Для меня вот это был ключевой момент, понимаете, когда, то есть, ну, это так выглядело, я же такой, блин, ух, продрогся. Ну, то есть, Путин, кругом одни военные, понимаете, ну, перед ним вот только военные, и он стоит, и это, ну, в натуре, вот, его в пилотку надень еще, одень, и вот, чтобы он вот с автоматом был. Захотел за него проголосовать, брат? Не, мне наоборот, я такой, вау, ну, это было очень по-милитаристически, очень, понимаешь, то есть, вся страна сидит дома, а он вот пошел. Братан, это население, это подхватывает, вопрос же в этом, это подхватывает, населению это нравится, мне всем нравится мысль о том, что мы когда-то. Самое смешное, почему никто не обратил внимания? Что мы когда-то, всем нравится вспоминать о том, что мы когда-то доминировали, понимаешь, в каком-то эпизоде, это всем, ты сам всегда это будешь. Самое смешное, это когда снимали Путина, как он обращался на фоне кирпичной кремлевской стены, не видели? Там был, да, да, выщербленный кирпичик, сухо, я тоже смотрю и думаю, выщербился кирпичик. Да, я тоже думаю, как, ну, очень много. Более того, они там в какой-то момент поменяли план, я думаю, о, сейчас останутся на нем, потому что заметил, нет, смотрю опять, это, ну, знаешь, это же символ, представляешь, там кремлевский стены. Мне, вот я говорю, больше всего чиновники, мне вообще забавляет, как чиновники ведут свои соцсети, это самое смешное, потому что некоторым, ну, я просто не хочу говорить, там, кто и что. Уже про это есть большой стендап-концерт, ну, там, не твой. А чей? Ну, небольшой, простите, не концерт, а выступление, ну, у вашего коллеги Павла Воли, про инстаграм чиновников и чиновниц. А, серьезно? Да. Надо будет не посмотреть. Ого, жестко, жестко. А что жестко? Я вообще никого стендапа не смотрю. Ну, мне очень смешно, потому что некоторым вообще не идет вот эта тема общения с аудиторией и прочим. Знаешь, на мой взгляд, лучшую, в своем роде, политическую сатиру на это вот было у Семена Слепакова в сериале «Домашний арест», когда показывают вот этого губернатора, который постоянно переодевается в какую-то спортивную форму, в хоккей там, и постоянно его фоткают, он делает отсчеты. Я думаю, вот для меня вот в этом был лучший контекст. Да. Вот это была самая точная пародия, а самое главное же, он сам не ведет инсту, вообще у него нет инсты. Но почему-то все думают упорно, что надо круто, да, что он смотрит, чекает, там в сториз заходит. Ставит класс. Ставит класс, да. Мне кажется, Семену надо снять такой юмористический блокбастер, такой же, как и «Домашний арест» про Попов. «Домашний» что? Ну, как «Домашний»? В этом духе только про РПЦ. Ну, мне бы было очень смешно посмотреть, что там внутри РПЦ. Ну, да, но ты же понимаешь, что такое, ну, я имею в виду, его «Домашний арест» был таким событием в рамках всей цензуры и всего остального, был мощным событием. Ну, все-таки там многие вещи так показаны, ну, а я думаю, тема Попов и религии точно вообще под таким занавесом, под таким занавесом у нас страны. Даже после вот, как бы, того, что сейчас происходит до сих пор. А что сейчас происходит? Ну, братан, они хотят Бога в Конституцию внести, в смысле? Ну, да, но это было перед тем, как… Да, хочется сказать, что коронавирус им как будто… О, это-то да, это… Отрезвил, вот давай так это скажем. Ну, не отрезвил, во-первых, подождите, они наряду с нефтяными компаниями потеряли очень много денег, потому что они просрали свой Новый год. Ну, я не знаю. Да, конечно, да, у них типа… Паска, это был, ну, наверное, я не знаю, это вот тот день в году, когда 90% казны делается в религиозных учреждениях, потому что все приходят, по 100 рублей оставляют, и это огромные деньги. Почему, я думаю, многие… А ты еще не учитывай пред, вообще, продакшн Пасхи. Конечно, конечно, свечи, конечно, безусловно, безусловно, да. Опять же… Поэтому в этом плане я их даже немного могу понять. Благодатный огонь надо заказать, это тоже недешево. Не, ну они слетали за ним, правда, с самолеты не выходили, смешно очень. Ну, и ты думаешь, они как бы удержат реально позиции… Да, да, да. В смысле, они сейчас капец как консолидированы с властью. Путин все время обращается туда. Да, но… У них очень мощные позиции. Ну, не знаю. Самые слабые, мне кажется, были как раз вот в конце 90-х у религии. Потом вот, когда Путин пришел, вот это началось. Мы русские, с нами Бог и так далее. Ты знаешь, мне кажется, что на самом деле… Они еще на шикарных позициях. Вот это вопрос присутствия вот как-то в пространстве. Все-таки мы живем все в информационном пространстве. Я с Тимуром в этом смысле согласен. Есть как будто ощущение, что вся эта история с коронавирусом, что они очень долго отказывались закрывать, что они тянули до последнего, что там их все… Количество заражений внутри. Да, одиозные истории. Потом стали всплыать истории, где у них люди заражаются в монастырях. Это все, типа, вот этот весь внутряк чудовищный, он раньше не всплывал. Я-то с вами согласен, но вы, мне кажется, как и я в том числе, вместе с вами, мы с вами привыкли к своему кругу окружения, к своему кругу общения. И мы думаем, что вся остальная страна плюс-минус примерно, наверное, мыслит и смотрит на мир точно так же. Вообще нет. Я тебе написал в смс, я был неделю на даче, грубо говоря, там один центральный телевизор, и вот матушка смотрит телевизор, ну, соответственно, я вместе с ней, там, так или иначе, лежал, либо сел в телефоне и фоном смотрел. Вообще, ну, все вот эти, Первый канал, Россия 1, что там еще, наверное, было? Смешно, я как-то наткнулся на телеканал Спас, и там, то было назвали шоу, какого-то пэнел-шоу, которое называлось «Вера в большом городе». Короче, судя по телесетке, ну, Россия, там, люди вообще выглядят не так, как мы думаем, думают не так, как мы думаем. Мы, наверное, просто там, либо принадлежим, либо хотим принадлежать к тому 3% дерьма, который думает, что все меняется. Вообще ничего не меняется. Телевизор, телевизор плохо представляет, люди все себе в целом плохо представляют. Телевизор вообще, я вот еще сидел, помимо, условно, всей вот этой вот пропаганды, которая, да, ну, в том количестве оказывается, я этого не знал, я телевизор смотрел только футбол в прямом эфире, все. Ну, то количество пропаганды, которое льется, я еще готов, как творческий человек, сделать вывод, что наше телевидение ужасно выглядит. Просто ужасно. Определенные каналы, Руслан, давай так. Я сейчас говорю про Россию 1 и первый канал, который я видел, это очень рейтинговый сейчас телепередачи, всякие время покажет там, вот эти вот политические ток-шоу, НТВ, кстати, там, и они все сделаны очень плохо. Мы часто здесь вспоминаем телеканал Фокс, если ты посмотришь телеканал Фокс, ты просто, это то же самое, ну. Так а зачем сразу? Слушай, да нет, там как будто, там как будто по-другому, что ли. Нет, все точно так же. Так нет, а нет задачи, нет задачи сказать, что. Смотри, какая история, я не говорю против, типа, я понимаю их суть, суть телепередачи, время покажет, а идея телепередачи отличная, ну, она прям классная. Время покажет, это что? Ну, неважно, любая из телепередач. Это Шейнин. Да, она сама по себе, идея классная, это ток-шоу, основанная на новостных каких-то повестках, и там обсуждается противостояние с Америкой, противостояние с Украиной. И что вот в Италии 40 тысяч человек умерло, а у нас только 40 человек, и так далее, и так далее, ну, в таком ключе. Но как это преподносит, как это сделано, те люди, которые там сядут, они вообще не шоумены, понимаешь? Я вот про что говорю. То есть это все, вот, вот Шейнин там стоит. Ну, они шоумены для определенных задач. Ну, наверное, моя мать восторг. Ну, моя мать восторг. Ну, вот видишь. Согласен, тут согласен, я согласен. Я же говорю о том, что очень много неадеквата во время эпидемии, во время всех этих дел, которые нас сейчас окружают, шло со стороны РПЦ. Ну, именно неадекватности, которая шла, причем, вразрез с прямой повесткой. Ну, да. АП. Ну, не то, что АП, а, собственно, и сам патриарх же издавал эти указы. То есть церковь, впервые ослушалась церковь. Да. Тоже большое событие. Поэтому немножко, мне кажется, все так достаточно под пороселом. Мы, знаешь, вот начали говорить про... Но чиновники, которые ведут инсту... Да. А у них много подписчиков об этом? Это вот типа много подписчиков? Ну, много. Есть такие, которые накручиваются. Ну, нормально у всех там, несмотря... А реклама у них есть? Они розыгрыши делают. А рекламы у них нет. Какая реклама от чиновников? Что он реклама? Ну, я... В смысле? Ставки, прикинь. Буденовки, например. Губернатор, он ставки такой. Я люблю ставить в бюджет вашего края. Иногда. Поэтому... Ползунок, ползунок. У меня есть бюджет, да? Куда его вложить? Или эти игры. Помните, у нас построили мост? Выиграл. Да, а второй просрали. Да. А второй просрали. Должны были два моста. Ничья. Это всегда так смешно. Нет ничего смешнее, когда человек пытается омолодиться по себе, знаю. О! У меня это страшный вопрос стоит. Страшный вопрос. Да, стареешь. Ну, знаешь, я тебе что хочу сказать? Я вам могу сказать про этот. Тебе сколько лет про стоит? 36. 36. Тебе 35, да? Да. Ну, если у вас будет примерно так, как у меня, у вас блестящий период вам предстоит. Какой? Ну, я перед Новым годом, перед днем рождения, у меня было сорокалетие, меня сильно накрыло вообще. Сильно накрыло? Очень сильно. Очень сильно. Я вот не чувствую, что тебе 40, знаешь, Белый. Вот я про тебя хочу, я про тебя скажу кое-что. Ну, вот, не такой не секрет, ты такой хороший раздражитель для хейта. Ну, тебя любят хорошенько. Наверное, да. Ну, наверное, да. Ну, за некоторые твои, наверное, какие-то высказывания, они, как правило, бывают радикальными, но выглядят грубо. Скорее всего так. Так, но я тебе хочу сказать, что, возможно, ты там не то, чтобы не разбираешься, но не интересуйся всякими трендами, типа там, я не знаю, репа, блядь. И все там, ну, какими-то вещами, которые сейчас. В чем-то я разбираюсь, в чем-то да. Да, да, да. Но при этом, чисто с бытовой точки зрения, у тебя очень современные мысли на некоторые вещи. И современные взгляды на некоторые вещи. Которые, ну, во многом важнее то, чем ты там интересуешься. Я с тобой согласен. Знаешь, там. Нет, это круто. Ну, потому что мы творческие личности, а творческий человек всегда должен быть, ну, не то, что на передовой, а чуть впереди. Знаешь, как я все время люблю говорить, что, там, молодым комиком, что вы почему должны интересоваться вообще всем, что происходит в мире, потому что во время стендап-выступления самый современный человек в этом зале, это комик. Ну, я даже... Кто бы там не сидел в зрителях, это он, он говорит, самое прогрессивное, ну, что может быть в этом зале. Я говорю, если честно, даже в отрыве от комедии, я вот говорю просто как человек, который там... Бро, спасибо, что я-то стараюсь. Живет. Я веду страшную работу. Подожди, ну, и сейчас ты начинаешь моему мнению противоречь, потому что я думал, ты наслаждайся жизнью в одиночестве как раз-таки в сорок. Ты неплохо выглядишь. Нет, смотри... Ты отлично выглядишь. Тебе же явно нравится твоя жизнь. Почему ты говоришь, что... Нет, она мне нравится, но... Просто ты трактовал... Есть такие вещи, которые я не могу контролировать. Меня накрывает, и я это контролировать не могу. Вот расскажи, что значит «накрыл». Можно я скрываю? Да, давай. Ты трактовал тему, что одному быть тоже хорошо. Нет, отлично, я ее продолжаю трактовать. Да, конечно. Я как бы ее тоже трактую. Смотри, какая история. Я же не говорю, что мои проблемы, которые у меня были, связаны с тем, что я там не женат, и у меня нет детей. Это вообще тут ни при чем. Они связаны были, ну, со многими разными в совокупности теми какими-то аспектами. Грубо говоря, первое это то, что психологическое осознание, что ты меняешь пятый десяток. Это уже, ну, понимаешь, я к 50 уже сейчас ближе, чем к 30, а 30 это уже много. Ну, то есть я в целом думал, что кризис это 30 лет. Дальше, типа, просто я вот такой живу-живу, а тут как бум, вообще, ну, холодный душ. И у тебя тревога, ты не знаешь, почему она. Я был на гололыжном курорте, казалось бы. Понимаешь, я имею в виду? Я катаюсь на лыжах, это мое одно из любимых увлечений. Где? В Сан-Антонио было, это в Австрии. В Австрии. Говорю, я в Австрии катаюсь на лыжах. Ну, не важно, я потом был на Эльбрусе в этом же году. Там тоже прекрасно. Нет. Ему специально Эльбрус, так, в Австрии. Так, так, дальше. И я имею в виду, что все хорошо, ну, то есть я живу в отличной гостинице, я занимаюсь классным хобби, мне все нравится. Ты был один или с девушкой? Но у меня была паническая. Ты был с девушкой? Нет, я был в компании... Девушек. Горнолыжников, девушек в том числе. То есть, подожди, сейчас ты сказал горнолыжников или говнолыжников? Горнолыжников. Горнолыжников, прости. Вот, и тебя просто накрывает, я имею в виду, я не могу сидеть на месте, я уехал оттуда на день раньше, чем у меня был билет. Почему? Я не знаю, брат, ну как, я не знаю, как тебе сказать. Ты хотел домой. Я не хотел домой, я хотел что-то делать, потому что когда я сижу на месте, я испытываю невероятную тревогу. Ну вот на уровне панических атак каких-то, да, но слушай, ты у меня спрашиваешь какие-то объяснения, у меня нет объяснения, я тебе рассказываю, что со мной было, было вот такое, когда у тебя поучащается пульс, давление, ты вот так проходишь, ну вот так, нет ничего, и ты ничего не можешь делать, ты сидишь такой, в смысле, ладно бы я был где-то в больнице, да, например. Симптомы, чувак, это у тебя просто циферки в паспорте увеличиваются. Да не только с этим, много симптомов, причем-то ты начинаешь смотреть там, и твое тело начинает меняться, это то пресловутое, о чем мы уже обсуждали, да, в одном из шоу новым, что, ну, когда там я вижу Брэда Питова однажды в Голливуде, и гуглю, и так далее, и я такой, типа, так надо еще и за этим. Ну, можно же заниматься спортом всегда. Да, я это начинаю делать, конечно, ну, то есть все сильно, я, наверное, меня отпустило, как мне сказала подруга-психолог, она говорит, ну, ничего с этим не поделаешь, тебе сейчас стукнет 40 и отпустит, полегче будет, так и произошло. Но, в целом, перед этим это было как, ну, я не знаю, знаешь, вот как, ну, фурункул нарывал когда, и вот перед тем, как прорваться, вот самое больное, и вот так вот было, я хрен знаю. Ну, вот так вот происходит. Оказывается, мужик сейчас в современном мире испытывает два кризиса, 30 лет и 40 лет, так что. Он чем обусловлен? Тебе психолог не объяснял? Я так сильно не копался, я к психологу не хожу, ну, какими-то, знаешь, как у Ремарка есть фраза, да, знания тебя делают свободным, но несчастным, вот, скорее всего, вот этим он и обусловлен. Как ты думаешь, если у тебя будет? Ты слишком много о чем думаешь, вот ты сидишь и созерцаешь, у тебя ты в горах, хорошо, прекрасное, лучшее место для созерцания, и ты созерцаешь, и свое настроение начинаешь вот в эту черную дыру сливать, понимаешь, когда ты... Ну, это отдельная тема для разговора, я имею в виду. Я рассуждаю, помимо того, что у меня все хорошо, все прекрасно, и пока все по восходящей до коронавируса, не знаю, как он отразится на мне лично, но при этом я в целом, ну, у меня есть такие рассуждения, что, блин, вообще в чем, ну, ну, завтра меня пояс собьет, да и вообще ничего. А тебе не кажется, что на тебя, ну, ты не ощущаешь какого-то подсознательного, может быть, давления на то, что вот ты одинокий человек, у тебя нет детей? Да и с этим я уже, причем тут устал бороться. Нет, смотри, бороться, у тебя есть всегда сознательное, есть бессознательное. У нас про это был целый подкаст, мы до сих пор его перевариваем. Типа, у тебя есть сознательное, у тебя есть бессознательное. Ты можешь очень многие вещи себе объяснить, но ты, как ты говоришь, типа, какие-то вещи ты просто не контролируешь. То есть ты можешь сказать, все нормально. Нет, если говорить, живу ли я в отрыве от общественного, конечно, нет. Борюсь ли я с ним, конечно, да. Просто мы про это как-то вот, совсем недавно я про это думал, что... Я смотрел сериал «Теория большого взрыва», и он заканчивался как раз в последней серии. И там у Ленарда вот эта пьяная девушка, у нее была позиция, что она не хотела детей, она говорила, что у нее не будут дети. И вот у нее не было, не было, не было детей, и в конце они все равно решились, ну, эти шоураннеры, да, и ей вписали ребенка, типа, она случайно забеременела, и сказала, ну, ладно, типа, пусть будет ребенок. Да, то есть, как бы, ты смотришь на, вот, типа, на шоу, да, и понимаешь, что там люди не готовы к этому, да, что самая обсуждаемая вещь про секс в большом городе была то, что, типа, это как у Керри, она решила, что у нее не будет детей, и про это ее постоянно спрашивают. Я так вообще не решил. Я им говорю, я, там, условно, к жене, или к любимому человеку, к детям. Типа, часики тикают, у мужиков тоже тикают часики, понимаешь? Ну, слушай, безусловно, конечно, конечно. У меня есть брат, ему, там, на 5 лет младше, у него уже, там, сыну 10 лет и так далее. Ну, то есть, я это все тоже наблюдаю, и я не могу, как сказать, просто так отреченно на это смотреть, говорить, да, у меня у лучшего друга дочь родилась, и я смотрю, как он меняется. Это был самый, наверное, главный вообще скептик, ну, которого я знал в своей жизни, знаешь. Я смотрю, он вообще по-другому ведет себя. Ну, то есть, я не против чего это, я просто против того, чтобы это влияло на мою жизнь. А это влияет на мою жизнь, потому что это общественное. Человек не может без общества существовать. Как тебе, там, в 40-то уже нормально сейчас? Не, мне отлично, мне отлично. Но многое надо делать. Мне надо оперировать колено, надо что-то делать с плечом. Я сейчас заболел какими-то, не знаю чем, какой-то простудой у меня, ну, я извиняюсь. Какой такой простудой? Не-не, это было давно уже, полтора месяца. Полтора месяца я не могу избавиться от каких-то соплей вообще. Может, у тебя началась аллергия какая-нибудь? Да нет, но сейчас полегче. То есть, я пропил там кучу антибиотиков и так далее. Ну, то есть, организм, понятно. Тут, знаешь, основная проблема в том, что мне в башке 25. То есть, я никак не могу подстроиться под то, что... Ну, то есть, я не знаю, банально объяснить, вот, прыгнуть со стола. Ну, типа, я такой, конечно, я прыгну, в чем проблема? Что тут прыгать-то? А организм, когда ты прыгаешь, он такой, да ёб твою мать, ты серьезно? Мне кажется, знаешь, ты видел, как тренировки Майка Тайсона в 51? Окей, он чемпион мира и прочее. Я думаю, он не тренировался активно. Бро, да я... Потом, вот я всегда говорю, что вот самый сексистский инстаграм в мире. Это у Висанта Касселла. Самый секси, вот, где показано, каково это, как круто быть мужчиной в районе 60. Как это просто потрясающе, да? Брат, ну, об этом, как выглядит, ты тоже на него смотришь и думаешь, блядь, тебе 45 лет, ты серьезно? Есть страны, которые в совокупности... Не, мы говорим иногда про выглядеть это одно, но вот есть же еще ощущение, потому что они, всех, кого мы перечислили, они вообще не предпринимают попыток молодиться. Да. Вот, вот, они, то есть, остаются сами собой и при этом... Ну, я плохое слово скажу, они при всем при этом очень породистые, знаешь? Ну, Висан Кассель круто, очень круто стареет, потому что он какой-то вот породистый. Он в молодости выглядел хуже, чем сейчас. Вот есть такие люди. Вот он в молодости какой-то носатый был, худой какой-то, понимаешь, что такое, блядь, я не знаю, как он с Муникой Белучи замужил. Ну, мне больше нравилось... Кстати, ты почему все сваливаешь-то как раз на физическую часть? Ну, как будто... А, не, я не сваливаю, наоборот, не сваливаю. Это важная составляющая. Нет, важно, мы ее поняли. Но просто очень интересно, вот как раз Руслан начал рассказывать, что, типа, вот история же про прыгнуть со стола, это же история не про возраст. Я имел в виду, что в твое физическое состояние я не отношу к категории молодиться. Для меня молодиться – это не признавать своего... Руслан-то как раз-таки его признал. У меня просто нет таких ярких примеров того, как люди молодятся. Я, как правило, ну, не знаю. Знаешь, вот я как-то был в... Опять-таки банальный пример. Я был в обувном магазине, и там вот был мужчина лет, там, 50-60, и он там покупал себе обувь. Это было за границей, но он был русский, я был русским, я понимаю, русский точнее. И он примерял вот обувь на большой подошве, вот эта вот, знаешь, которая сейчас очень модная, ну, которая ему максимально, ну, вот его делала, я не знаю, смешным. Вот клоуна же делают несуразным, вот эти клоунские ботинки. Вот он их одевает, вот выходит. Я подумал, вот ты сейчас вот рассказываешь про человека, а он, может быть, приехал в вот эту страну, где ты был, и вот ему много лет, и он всю жизнь скрывал, что он гей. И он вот решил, типа, куплю себе... Наверное, я неправильно проанализировал его тогда. Я просто с тобой не соглашусь, у геев шикарное чувство вкуса. Это правда. Я никогда бы себе не позволил такое. Ты знаешь, покупая такие вещи... Я понимаю, что ты... Ты как будто пытаешься быть молодым, но... Как будто ты пытаешься, это как завести себе тикток. Ну, типа, на полном серьезе стать тиктокером. Но, возможно, я не прав, пацаны. Возможно. Мне нравится именно... Возможно, тикток белого будет топ. Возраст я характеризую мышлением больше. Все верно, Тим, все верно. Умышлением взглядами и просвещенностью. Это мне все нравится в себе. Но ты не можешь, как сказать, существовать отдельно и от своих ощущений физически в том числе. Понимаешь? Раньше я там на 10 этаж, может быть, поднимался за минуту и мог курить в это время. Понимаешь? А сейчас, ну, мне надо за час не курить. Нет, Руслан... Два подхода подниматься и потом еще на ИВЛ сидеть. Мы же у нас был вот... Да я знаю, что я много курю. Мы даже тебя обсуждали. Ну, ну да, ну да. Ну вот что, вот у меня такая проблема. Вот такая у меня проблема. Ты ничего с ней не будешь делать? Я не знаю пока, что с ней делать. Не знаю. Я уже начал гуглить какие-то медикаментозные. Ты уже лет 30 куришь? Пойду к каким-то специалистам, не знаю. Сколько? 25 лет? 20 лет куришь. Ну, 22, если прям уж. Ну, так, как ты куришь, считай, ты 60 куришь. Я сейчас меньше курю, хорош. Я перешел на табак, я табак курю в два раза меньше, чем сигареты. Сигареты я выкурил полторы пачки табаки. Это махорка. Все говорят 15. Да это табак, это не махорка. Это чистый табак, нормальный. Нормальный. Чувствовал, фронтом запахло. Нет, ну если так говорить, махорка. Ну, конечно. Есть газета, дай тебе закурю. Ну, мне нравилось, что ты в один момент как-то так сказал, блядь, все, не заевывайте меня, семья, дети, просто спрашивайте меня, счастлив ли я. Да, да, это главный мой постулат, конечно. Вот это мне очень сильно. Это 100%. Потому что многие в 30, у меня был момент, когда я в 22, ну, на Кавказе моментами было принято жениться рано, я такой сидел в 22 и думал, я не женат в 22. В 22 с половиной я решил, что я не женюсь до точно 30. Я думал, ты скажешь что-нибудь, тысяча, мне будет тысяча лет. Такое, знаешь. Тысяча 22 с половиной. Да, 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 да. Просто потому, что так принято. Я понимаю. На самом деле, мужчина, конечно, общественным вот этим всем законом, каким-то странным теориям, он не так сильно подвержен, как женщина, потому что вот женщин много, тебе надо до 30. Я думаю, женщинам еще сложнее. У тебя биологические часы, вот на них же все давит. Общественность, медицина, терминологии из этих, как бы, из медицины, вот эти вот страшные какие-то. У тебя там. Ты когда будешь старорожал. Старорожающе. Бля, ебай, как это страшно. Да, это звучит так. Просто я иногда думаю, вот если бы я был бы жив, вот эти вот слова в отношении меня старородящие, еблять. Ну это очень страшно. И это не забывай, например, от супер близких тебе людей. Да. То есть это тебе говорит мать, отец, например, сестры, тети, дяди, там, друзья лучшие. Понимаешь? Ладно какой-то там просто таксист тебе выкрикнул бы, а тут на тебя ближайшее окружение. Мне было 29 лет, когда мне один родственник сказал, я уже на тот момент жил в Москве, абсолютно независим от всех своих родственников, от своих родителей, на самообеспечение абсолютно. И он мне сказал, вот все у тебя хорошо, одно плохо, вот семьи нету. Ну вот, да. Я такой, потрясающий наоборот. Да, это, я вот в какой момент, сейчас может это прозвучить таким немного мужским предательством, да? У нас же все-таки в обществе тоже принято, это мужская солидарность. Но я почему стал немного отбрыкиваться от того, что семья это вообще не счастье, когда, ну так, поуслышал в разговорах еще чего-то, как... Ну, как это называется, как двулично это все выглядит, знаешь? Семья это очень сложно. Когда мужики, ну я общаюсь с мужиками, поэтому, когда мужики рассказывают, как они проводят время в отрыве от своих жен, я потом такой думаю, так вы же вроде бы на всех шоу и во всем остальном, остальных местах, в инстаграмах и так далее, вообще же другое говорите, ну вообще другое. И я понял, что, ну то есть вот так, знаешь, когда-то мне говорят, типа, а мы с женой не занимаемся сексом вообще. Ты же понимаешь, что это отчасти они сделаны несчастливыми, потому что их источник их брака, да, это была не идея, что мы хотим, типа, у нас проект там или что-то такое. Я про это говорю, да. Да, конечно. Да, абсолютно. Я, наверное, я приду и потихонечку смотрю в ту сторону, что да, любовь вообще это, это что-то молодежное. Я отвечаю, мне партнер нужен. Там партнер по созданию, там вот, ну как ты, да, так же говоришь, там, ну какого-то бизнеса, семья, вот я буду рассматривать ее как ИП. ИП белые. Или ООО, да, с кем-то, с другим партнером, куда мы будем одинаково вкладываться, понимаешь? Мне, я вот сейчас, наоборот, даже боюсь безбашенно влюбиться в какую-нибудь девушку и просрать тот момент, ну не увидеть этими своими влюбленными глазами, что она напичкана... Плохой партнер. Да, напичкана, там, какими-то ужасными навыками. И я потом, поимев с ней ребенка, буду думать, сейчас она эти ценности будет вкладывать в моего ребенка. Он ее тоже, но он же и мой на 50%, знаешь, у нас нет контрольного пакета акций у кого-то. Ну, хоть они и рожали. 51 у них, но 49-то мои, понимаешь? Не, но ты же говоришь, два человека, да? Партнер. Есть сейчас, да, я думаю, мне еще нужен партнер, который будет, которого я, в первую очередь, буду удовлетворять с точки зрения тех навыков, которые у меня есть, но и который меня тоже будет удовлетворять. Я не хочу, знаешь, какую-то себе, ну, не знаю, вот эти патриархальные такие семейства, где жена такая, блядь, вот так вот ходит, что-то тебе там, блядь, стреляет. Это как раз не партнерство. Ну, да, я имею в виду, нет, я хочу себе женщину, которая в каких-то аспектах сильнее, чем я, которая меня, ну, подтянет в этих аспектах, знаешь, куда-то. Я ее в каких-то подтяну. То есть в таком ключе, когда мы там сможем с детьми как-то нормально ладить. Я же хочу написать шутку, блог хочу написать, что я мечтаю, чтобы моя жена, ну, была сирота вообще. Вообще сирота круглая. Мне нравится идея отсутствия родственников. Вообще круглая. Чтобы рационально проводить время. Вообще, вообще. Ну, знаешь, когда я думал об этом, что когда ты вместо того, чтобы, ну, я не знаю, банально полететь в Лиссабоне пожить. Да, ты едешь к ее родственникам. Ты едешь спать на кухню куда-то в Брянск, блядь. А на кухню, потому что там, ну, двухкомнатная, вы все не поместились, вот. И ты такой, может, я гостиницу тут сниму? Ты такой, что? Не ночевай. Ладно, это банальный взгляд, это ради юмора. Родственники разные бывают. Да понятно, понятно. Но все-таки с женой или с мужем ты еще приобретаешь в себе дополнительных людей, с которыми надо взаимодействовать. Да, это правильно. Поэтому, если она сирота, в этом тоже плюс есть, если ты такой, блядь, я сироту взял. Я сторонник того, что когда ты создаешь свою семью, максимально, сто процентов не жить с родителями. Сто процентов. Ну, я уже, по-моему, застрахован. Вообще сразу жить вдвоем. Я подготовился. Не-не-не, я думаю, что еще раз говорю, если у меня будет женщина, если я найду того человека, и мы будем друг другу удовлетворять, я в хорошем состоянии подхожу, потому что я уже не так ревнив, как по молодости, знаешь. Просто я говорю, что это хорошая идея, но у меня вот, например, отличная теща, потому что они как раз с тестем, когда были молодой парой, они успели пожить с родственниками и все, и они типа поженились, когда им там было мало лет. И поэтому у них как будто, знаешь, выработалось, они себе в какой-то момент, видно, сказали, что когда у нас дочери, там, у них будут, типа, мужья, мы будем себя вести по-другому. И у них модальность поведения такая, знаешь, типа, мы же не вмешиваемся, да? Да. То есть, типа, мы сейчас не переходим вот эту границу. То есть, если ты такой, мы вам налет, ну-ка, фотоиметки, мы не вмешиваемся. Да, да. Это ваши дела. Нет, в другую сторону. Все-все-все понятия о институте брака надо полностью оптимизировать под современность. Я смотрел «Холостяк», вы смотрите «Холостяк»? Да, я смотрю «Холостяк». Ты смотришь «Холостяк»? Он впервые не с медийной личностью сбитый. Да, слушай, и он для меня впервые, я посмотрел подряд две серии. Он упал с дерева. Нет, три серии. Просто он упал с дерева. Слушай, во-первых, первая моя мысль, которая пришла, я реально посмотрел две-три серии, две серии, три серии. Посмотрел подряд. И, во-первых, первая мысль, которая привела, что шоу «Холостяк» невероятно. Мы как-то об этом говорили. Невероятно патриархальное. Это сексизм в самом максимальном проявлении. Слушай, я думаю, оно было бы логично, если бы его показывали бы в 17 веке. Ну, согласись. Оно бы очень уместно смотрелось. Да, и там бы не дарили розу, а скидывали бы в реку. Понимаешь, с камнем на шее. Ну, окей, я принимаю эти правила игры, что там сколько, 10 девушек борются за одного какого-то там сказочного принца. Я все это принимаю. Это в целом весь фольклор. Этот я придеваю. Да, в этот раз мне особенно интересно, потому что я, по крайней мере, еще внутри себя нагнетаю всю эту борьбу. Я додумываю за всех участников шоу сам. Я смотрю только так, чтобы додумывать за всех них. Дополненная реальность. Слушай, там его зовут. Автора нельзя остановить в голове. Я не помню, как его зовут, но там такой парень, ему за 30. Он, ну, я не знаю, можно ли говорить мне, что он там симпатичный, интересный такой тип. Можно, братан. Он стоматолог из Элея. То есть это, слушай, это самый практичный, самый практичный вид. Вот если бы я был бы на месте вот их, нам, этих девушек, я бы такой. Вот, да, вот это вот точно, это точно хороший вариант. Потому что, ну, вот кто до этого был? Ну, Егор Крид. Ну, блядь, что у него в голове? Егор Крид еще... Ну, это артист. Там были персонажи. Стоп, стоп. Смотри, это артист. Ну, вот Батрутина. Не, имеется в виду, что стабильность. Но ты представляешь, ты вот семья, и ты такой, типа, рэп. Я вас понимаю. С практической точки зрения. Хочу сказать организаторам респект, потому что они сделали стоматолог из Элеи. Да, да, да. Не из Москвы, понимаешь? Стоматолог из Элеи платит налоги, блядь. Платит налоги. И это точно всегда залог того, что жизнь будет всегда хорошая. Особенно в Элеи. И вот за это я разгоняю за участников. Ну, надо бороться до конца. Ну, потому что это самый практичный вариант за всю историю. Это сильно практичнее Батруддинова, например, понимаешь? И там был 100%. Или, ну вот, что там взять, допустим, когда там был из интернов вот этот парень. Глиников. Ну, что вот это... Ну, либо есть роль, либо нет роль. А зубы есть всегда. Да. Поэтому это очень практичное. Я видел, я говорю, а так разгоняю за этих участниц. Почему они за него так хотят, почему они его сцепились и прочее. Наверное, там они каким-то другим инстинктам следуют. Это я за себя. Но моя теория подтвердилась, когда там был эпизод, когда он к ним поехал в их дома. Там осталось три участницы. А, уже к родокам, да? К родокам, да, поехал. Они сидят, и там, ну, одна из серий там от кого-то, ну, из кого-то в городе региональном. И они у него дома. И там ее бабушка. И бабушка дает интервью, говорит. И в конце интервью заканчивает панчем. Может, ты мне зубы вставит? Да. И тогда моя догадка полностью подтвердилась. Но с точки зрения смысла, это шоу, конечно, антисовременное. Очень хорошо. 17 век, это хорошо. Вот это было бы уместно. Знаешь еще почему? Потому что, видишь, заметил, что я, что ты сейчас в разговоре очень стеснялись сказать какой-то российский город. Ну, потому что время такое. И сейчас вот действительно, ну, 17 век, вот это вот. Где-то в городе Н. Да, понимаешь? Ну, даже в 15-м, 16-м. Тогда в каком-то уездном городе. В уездном городе. Ну, чувак реально выбирает. Он такой стоит, у него выбор красивых девушек. Да? И он такой, они переживают, самое главное, сильно. Они плачут, они к нему подходят и говорят, можно с тобой поговорить. Они уходят, он что-то с ними там зюбузю, 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 что-то там с ними, говорит, они возвращают. Ну, столько. А где они сейчас, ну, я имею в виду, в какой локации снимают, куда они поехали? Сейчас в Москве они. Без понятия. Ну, я им, да, там, Батруха на Бали ездил, Глиников, по-моему. Я не знаю. На Шеланку там. Куда-то, я думал, в Москве. Ездили, ездили. Не-не-не-не-не, ездили. Ездили. Крит в Испании, по-моему, был, что-то такое. Мне просто в этом ключе интересно. Мне же предлагали три раза поехать. А, серьезно? Я все время же думаю, куда. Да? Ну, вот с тобой бы... А ты почему отказался, кстати? Ну, вот типа что? У меня есть, короче, короткий ответ, который сейчас разрушит все. И философский. Да. Давай, короткий. Ну, короткий, потому что я не долбоеб. Да. Слушай, ну вот сейчас, вот этот сезон, я тебе говорю, вот это, вот это, ну, с моими додумываниями... Да, очень интересно. Это очень интересно. Потому что реально я понимаю, за что идет, на что идет. Это можно назвать охотой? Охотой, конечно. На что идет охота? Слушай, так ты вспомни первый холостяк. Там же был, по-моему, парень строитель какой-то или бизнесмен. Бизнесмен, бизнесмен. Ну, бизнесмен со строителем своим связанным. Там как-то было непонятно. Вот это вот как раз когда начали известные, вот в нашем проявлении, потому что, по-моему, все вот эти, ну, в других странах аналоги, там-то как раз стоматолог из ЛА, какой-нибудь бизнесмен, знаешь, там еще. А у нас вот когда начали этих медийных личностей, потому что поняли, что у нас в стране стоматолог из Москвы это не, блядь, не корабль. Белый стоматолог из ЛА это такой кейс, который, ну, не пробить ничем. Ну, смотри, потенциально моя мать, которая смотрит, она такая, она больше там, она не смотрит, во-первых, ну, вот, ну, грубо говоря, рассчитана на кого, она больше клюнет на ЛА, она то, что стоматологи, она не знает, что стоматологи хорошо зарабатывают. Вот она девушка такая сидит и размышляет, такая, у меня инициалы ЛА, и он из ЛА. Ну, вот она же видит вот это, вот, как круто жить в ЛА, у тебя муж красивый. Красивый, стоматолог, лечит. Зубы. Зубы. Деньги есть всегда, ЛА тоже. Вин-вин. Буду везде феминистки, я не понимаю. Я буду в вестинство. Прикинь, как бы круто было. Вот это, блядь, шоу. Они вот в Испанию снимают там сезон холостяка, а их атакуют феминистки, блядь. Это пост-шоу. Сразу после холостяка. Понимаешь, закидывают коктейлями. Коктейлями каждого холостяка. Коктейлями Молотовой, понимаешь? Молотовой. Ты не любишь феминисток? Нет, я наоборот, как, я не люблю их, как сказать, грани. Ну, они слишком, ну, слишком широкие границы у них, чего они хотят. Какие? Ну, они такие, блядь, теперь вы нам хуй сосите. Ну, вот так как-то, понимаешь? Такого нету, братан. Ну, я образно говорю. Ты что за феминист? Это кто? Ну, а борьба за там права женщин абсолютно, это все здорово. И в целом это очень сексистское шоу. И, по идее, они должны там, ну. Ты скажи, почему отказался-то в итоге? Я понял, что не долбоеб, а длинный ответ. Слушай, я как будто бы не смогу тебе на это ответить, потому что, ну, во-первых, я считаю это, ну, как сказать, не то, что ужасным шоу, я считаю, что шоу, в котором... Я не могу серьезно в таком участвовать, понимаешь? Как можно серьезно в таком участвовать? Да, вот почему? А несерьезно я не могу, потому что я, ну, плохой артист. Я не могу несерьезно, чем участвовать. Нет, стоматолог из ЛА, я еще раз повторяю, это, блядь, крайне серьезно. Нет, вот он серьезно там участвует, понимаешь? Я серьезно в таком не могу участвовать, потому что я такой, в смысле, вот мне 20 женщин бы из лимузина вот эти вышли, я бы им всем говорил, пошла на хуй, пошла на хуй. Не ты, не ты, не ты, не ты. И все, у них закончились бы женщины. Как тебе просто 20 баб дают? А потом еще я такой, как подумаю, блядь, какие-то родители мне надо ехать, знакомиться. Еще не с одной, а с тремя там тоже. Какая-то бабка будет говорить, вот, зато, блядь, шутки нам напишет. Ну, я не знаю, что там. Ну, понимаешь, для меня это какая-то ересь вообще просто на уровне. Я бы никогда как продюсер бы не смог такое шоу придумать, потому что я в такое не верю сам, как человек. То есть идея-то, наверное, потрясающе хорошая, и франшиза там прекрасная, но я бы не смог такое. Слушай, это забавно, с этой франшизой забавная история, как с битвой экстрасенсов. Битва экстрасенсов, это же, типа, днищенское шоу, такое daytime телевизион, причем довольно плохой. Вот, и потом в России это превратилось, ну, в событие. Так же и холостяк изначально, ну, типа, иностранный холостяк, это такое, знаешь, не очень дорогое шоу для домохозяй. Да. То есть там, например, знаешь, я как-то думаю, надо посмотреть для референса, значит, ты включаешь первую серию первого сезона, и почему-то холостяка нам представляют в душе. То есть он моется, нам показывают его волосатую грудь, и он грустит о том, как он одинок. Понимаешь? Да, у меня есть и души, и волосатые грудь, и я. Все. Но я не смогу грустить. Не сможешь грустить? Да. Ну, ты можешь отпускать такие, знаешь, шутки про одиночество. Все, я понял, я сформулирую, почему я бы в таком не участвовал, почему бы я не смог такое придумывать. Я не могу, ну, как сказать, я, короче, уважаю людей. Вот, я хотел сказать, что для меня это очень понятная вещь, это про достоинство. Нет, я уважаю людей, я не могу им такое втюхивать. Мне кажется, что это... Даже если они глупые, я наоборот, я не буду, как сказать, я не буду множить вашу глупость, я не буду, понимаешь, поливать... И обделять кого-то розой, ну скажи. И обделять кого-то розой, конечно. Ты знаешь, кстати, вот мы говорили чуть раньше про 90-е, в этом же году 20 лет брату 2. О, да ладно. Второй части. Второй части, 20 лет. А вторая часть типа круче, чем первая, да? Ну, она как-то, к ней больше у всех. Потому что в Америке. Нет, и блокбастер, потому что. И потому что она попала на это разделение. Тимур говорил, что в 90-х воздух был другой, чем в 2000-х. Я просто ездил же по обмену в Америку, я уехал в 99-м, приехал в 2000-м, и я прямо уезжал из одной страны, я приехал прямо в другую, это ощущалось. И я когда приехал, для меня как раз вот брат 2 был таким моментом, когда я приехал, и там кино такое, прям знаешь, Данила Багров, вот это все. Не, музыка. Этот фильм для меня... Короче, я этот фильм очень люблю как фильм, как кинопроизведение, вообще оба брата. Вот как они сделаны с самого вот, с точки зрения ремесла. А, сценарного. Б, картинки, оператор-постановщик, художник-постановщик, костюмер. Короче, каждый вот в цехе, каждый, кто был в производственном цехе, ну, сработал просто... Да, да, просто сработал на отлично. Балабанов я даже... Это бесспорный мастер. И этот фильм реально сделан очень круто. Музон оттуда, как он просто раслетался. Ну, лучший саундтрек. Ну, лучший еще российского фильма с лучшим саундтреком и своевременным не был. Бумер. Я думаю, Бумер звучал. Бумер одна песня. Да. Да. А в «Братии» это был сборник. Ну, да, конечно. Конечно, конечно. Как бы целый альбом был. Это, знаешь, единственный... Это вот... Также этим же отличается кто? Квентин Тарантино. У которого практически в самом начале карьеры каждый фильм... С криминального чтива. Вы помните самого криминального чтива? Так, ну, в «Братии» же два так и сделано. В криминальном чтиве это типа... Who's chopper is that? That's... Who's that? That is that. Да, да. Единственный человек, кто сделал приближенно, ну, в России к этому. Но я его не люблю с точки зрения идеологического посыла, который сработал позже. Вот скажи, вот он сработал. Это вот... Мне это вот интересно, как ты ретроспективно смотришь. Вот скажи мне. Это очень простой вопрос. У вас нельзя курить, да? Нет, нет. Ты... Ты мало куришь, да. Да, ты мало куришь, да? Мы пишем подкаст 27 минут. Да. Такой 27. Такие решили придумать, ну, чтобы я бросил курить, писать подкаст два дня. Два дня. Интересно, будет какой-нибудь такой подкаст-канал, который замахнется на мировой рекорд подкаста? Пишем подкаст-рекорд. Четыре суток. Нормально. Четверо суток. Вот. И там же очень забавно, что претензии к этому фильму потом, да, были именно такие, что откуда выросла вся эта история про отжать что-нибудь, да? Вот. Она выросла оттуда, что якобы вот этот вот фильм, это фильм, который, ну, я не знаю, что пробудил кровожадность. Не знаю, ну, вот какие-то претензии такие глобальные. И мне всегда это удивляло, потому что мне кажется, что искусство не может поместить в голову человека мысли, которых там не было. Оно может служить катализатором. То есть ты, если поехавший человек, ты смотришь, и твоя поехавшись увеличивается, да? Либо, если ты адекватный человек, ты смотришь, и твоя адекватность никуда не девается. Ну, то есть это же... И мне кажется, что вот эти претензии к фильму, вот, последовательные, это вот, понимаешь, мне кажется, что Балабанов, он ухватил что-то очень важное и что-то такое показал, что потом все стали по-разному интерпретировать. Но для меня этот фильм, он был... Ну, понимаешь, он про это стихотворение, вот это, я узнал, что у меня есть огромная семья. Это стихотворение, знаешь, кто написал? Ну, я его фамилию не помню. Якутский художник. Это перевод на русский стихотворение якутского художника. Вот. И это, вот, это вошло вот в код. И для меня это вот история про это, про какие-то вещи, которые... Are you gangsters? No way Russians, да? И дальше большие. Сцедарий написал так, как будто он просто говорит вот просто хэштегами. Крутыми. Так, подожди, там сам герой неразговорчив, поэтому так и получилось. Он неразговорчив? Конечно. Там же, типа, каждая фраза такая, типа, знаешь, мы русские друг друга не обманываем. Типа... Да ладно, что ты. Да ладно, что ты, да, это хорошая цифра. Моя любимая фраза. Ну, что там, в чем правда, да, или как, в чем сила? В чем, в чем, да. Ну, не, ну, он просто, потому что он неразговорчив, поэтому там, ну, как сказать, ему прописали реплики, и, конечно, это все, прикинь, приправлено одеждой, музыкой, лицом Бодрова. Он неважно, что бы там говорил, поэтому и стих этот вошел. Ты такой, блядь, что стих? Вы стих запомнили? Не забывайте, когда он говорит про стих, когда там появляется стих, это, знаешь, когда в крестном отце появляется, естественный факт, апельсины, значит, кто-то умрет. Знаешь, да, этот факт? Нет. Что в крестном отце, если в кадре, то то же самое. Что он делает, когда, это же Одиссей, да, Бодров, во втором братье. Да, да. Что он делает, когда он читает этот стих? Два раза появляется. Два раза. Один раз он слышит этот стих, и он угрожает отцу, ребенку. Три. Три раза. Еще один раз. Да, персонажа Маковецкого. Потом, когда он заряжает свой пистолет и стреляет. И убивает сутенеров. Да, то есть панчем этого стихотворения, это выстрелы. И третий раз, когда он поднимается. Да, по лестнице на небоскреб. Да, то есть он всегда что-то делает, этот стих не просто так появляется. Он всегда как будто, знаешь, преодолевает новый этап. Ну это, я говорю, как кино, это просто вот бери, это, знаешь, как говорят друзья, которые я, кстати, не смотрел, не знаю почему, ну не весь. Друзья, это библия ситкомов. Вот так говорят. То есть, когда ты делаешь ситком, надо смотреть, как сделаны друзья. Вот друзья, это библия ситкомов. Было много ситкомов до друзей. Вот тоже самый классный российский блокбастер. Вот библия для него, это вот Брат 2. Брат 2. Но опять-таки он сильно был сработан, в духе времени был сделан просто. Потому что, не забывай, Брат 2 снимали не в двухтысячных, вот снимали в 99-м, когда еще были 90-е, как раз они вот. Слушай, я, как сказать, если говорить о том, что типа, ну в каком состоянии находит российское творчество, я вот типа такой, ну для меня Брат 2 это пример того, как должно быть. Да, да, так и есть. Ну то есть, неважно, маргинальный это фильм, не маргинальный, как он сработал на обществе и так далее, но это очень крутой вот пример того, как надо делать. То есть, прошло 20 лет, у вас появились другие технологии, но вы хотя бы попробуйте. Повторите, да. Ну в каком-то смысле. Да, вот эту фразу надо в плане творчества говорить, не? Да, да, да. Попробуйте повторить. Я имею в виду, мне в этом ключе и очень Бумер понравился, очень, очень мне понравился Бумер. Но ты, а не фанат Бумера, вот так я не проник. А я не знаю, мне так зашло это настроение вообще. Вот смотри, вот Брат 2, он же так сделан, вообще брат персонаж Данил Багрова, он сделал на стыке. Во-первых, надо понимать, что это таксист, да, фильм таксист. То есть, человек с поствоенным синдромом пытается найти себя в обществе. Ну это как бы известная фраза, ой, известный момент. Но он построен, весь его персонаж на том, что он патрулирует справедливость Данила Бадрова. Понимаешь, он за правду, он справедливый. Вот это вот самое главное его качество, он справедливый. Понимаешь, мне кажется, не... А вот Бумер, это вот про конкретных каких-то бандитов, где их какие-то бандитские реалии. Просто он не был бандосом. Брат, я не оцениваю вот кино как философию. Я ему думаю, мне вот просто, я посмотрел, мне то, что я увидел, эстетически понравилось. Мне понравилась музыка, мне понравился вот этот ход, то, что все крутится вокруг машины, вокруг классной машины. Ну это семерка, реально, она офигенная. Это одна из лучших моделей вообще у BMW. И там, по сути, про дружбу, про предательство, то есть про какие-то ощущения человеческие, слабости в том числе. Поэтому я не копался так глубоко. Кстати, Забан, ты сказал, что Бадров типа вершит справедливость. Патрулирует. Патрулирует, да. Но я тут же подумал, как это в духе России вершить справедливость без суда и следствия. И это важно. Он решил, что он справедливость и вообще не рассматривается, ну адвокатов нету. Конечно, там же как история, ну там он на минуточку, когда поднимается к американцу, он просто человека убивает, просто чтобы посидеть. Просто он убивает человека, садится такой, говорит, а сейчас мы с тобой будем разговаривать. А они на минуточку в шахматы играли. То есть навряд ли это был какой-то, блядь, ну невероятный злодей, с которым они что-то там делали. Но мне нравится, и что в этом фильме, ну что в этом герой всегда привлекает, это даже не про справедливость. Это про, знаешь, про слово. Вот то есть была такая замечательная фанатская теория, которая касалась «Игры престолов». Там она очень простая, что там постоянно умирают персонажи. И вот там была простая мысль, что все персонажи, которые умирают, это персонажи, которые нарушили слово. То есть они дают слово, и потом он его мог нарушить там в какой-то момент, и через два сезона ему прилетает. Роб Старк какое слово нарушил? Мой любимый персонаж, кстати, из всей Роб Старка. Который он обещал взять в жены у этого чувака какую-то из его дочерей, которые в результате «Инцестер», чтобы его пропустили. И потом отказался от своего обещания. И его за это как раз там же и порезали. Красная свадьба. Да. Но мне персонаж Роба Старка сильно нравится. Ну на нем же, по-моему, весь второй сезон держался. Думаю, как назвать своего сына будущего. Роб Старк. Роб Старк. Роб Старк Каргинов. Да, Роб Старк. Мэй, а прикинь, он тебе настолько нравится, что ты так свою дочь назовешь в будущем. Роб Старк Каргинова. Ужасная шутка. Очень дешевая. Вот. И на самом деле вот история про Данила, это история про вот слово, да. То есть он как-то его кто-то просит о помощи условно, люди, к которым он там верит или с которыми у него есть какие-то вещи. И это история про необратимость, да. То есть ты как бы, есть какие-то процессы, их можно со стороны назвать восстановлением справедливости. Но на самом деле это человек блюдет данное когда-то кому-то какое-то обещание. Ну да, ну видишь. Так на самом деле просто... Вот сейчас с вами даже просто обсудив этот фильм, я понимаю, что, блин, все, он теперь, ну, для меня негативный. Негативный? Ну все, он всем, ну, я вот такой думаю, ну да, вот он прав. Он всем маргиналам показал, что если у тебя есть дробовик и свитер, блядь. Он всех убивает. Да, вот как ты решил, так и делай. Вот видишь, и ты становишься на позицию, что этот фильм кому-то что-то показывает. А для меня это просто произведение, понимаешь? Да. Я его тоже так смотрел, тоже так смотрел. Потому что я такой, ну, фильм не может на меня влиять. У меня же свои убеждения, усвои, я-то считаю так и так. Как произведение, шикарно. Попровел ли я круто полтора часа, отлично. Но теперь, поговорив и понимая, что да, для кого-то он супер триггер, все. Ты же понимаешь? Очень много у этого фильма, очень много инструментов стать, как бы, культурным феноменом. Чем он и стал. Да. Я просто к тому, что в «Бумере» очень похожая мысль. Они, почему все оказываются в той ситуации, в которой они оказываются? Потому что один из них, типа, шмальнул чувака, и другие от него не отказываются. И это всех их приводит, ну, как любая история, она заканчивается так, как она должна закончиться. Они умирают все. Вот. Я понял. Меня, знаете, какая история поразила? Помнишь, у нас был с тобой подкаст, и мы там обсуждали, вот, Регину Тодоренко? Да, да, да. Да. Да, это было на двоих. И да, и буквально позавчера, ну, мы с тобой это обсудили, и потом, когда вышел выпуск, значит, начал там. Ты слышал эту историю? Ну, конечно. Она такой негативный опыт на себя приняла. Потом она за неделю сделала фильм, выпустила. За неделю. За неделю, да. И выпустила, и ей говорят спасибо. И она стала лицом, она стала хедлайнером борьбы с насилием. Я в «Медузе» расстроился сегодня из-за этого. В «Медузе» расстроился. Потому что в «Медузе» это видно, что явно проплаченная прям про нее статья, что она вот… Молодец. Ну, как она, нет, там типа… Медуза не могла. Не надо, зачем находить. Я тебе серьезно говорю, брат. Я поэтому расстроился, потому что видно, «Медуза», вся «Медуза» оформлена в стиле «Медузы», а тут прям Тодоренко такая сфотанная классная. В стиле «Пятница». Знаешь, вот, да. И я такой, да хорош, но это же явно проплаченная. Да нет, это вообще не важно. Видишь, вообще не «Медуза». Нет, стоп, стоп, смотри. Это должно было произойти именно со мной, чтобы у меня появился шанс. Вообще, вот этот, это такой момент, знаешь, интересный. Вот, я не знаю, какого рода исследователем бы я хотел бы быть, чтобы вот это… Вот у нас был психоаналитик, вот этот момент. Это вот так вот, вот такое сделать, провернуть с обществом, да? Понимаешь? Это же вот, ну, невероятно. То есть, ее уничтожали. Она за неделю делает фильм. Все говорят, она выпустила фильм. А, за неделю можно хорошее расследование провести? Неважно, неважно. Очень важно, брат. Нет, потому что в данном… Потому что этот фильм, в контексте того, что мы только что обсуждали, похож, ну, как на «Брата-2». Я так решила, вот, значит, проблема выглядит вот так. И все ей говорят теперь спасибо. Она еще 2 миллиона пожертвовала в благодарительной организации. Она спасла борьбу. Поэтому я говорю, что спасение борьбы. Нет, я про нее формулировал мысль, что, возможно, она принесла себя в жертву ради будущих побед, 100%. Конечно. Она, к сожалению, ну, во-первых, я думаю, она не погибла. Она получила тяжелое ранение. Тяжелое пулевое рекламное ранение на вылет. И вылетели контракты, понял? Да. Да, поэтому она сейчас столкнул… Военный юморок. Военный юморок. Я думал, контужен, но ты прикольно придумал. Потому что я бы продолжение к контуженному не придумал. Ну, то есть она вернёт… Она не слышит предложение. Чувак, она потеряла много денег. Смотри, я бы не хотел, чтобы мы обсуждали. Нет, я бы не хотел, чтобы мы обсуждали. Я нормально к Тодоренко отношусь, даже сочувствую. Но если говорить, что у тебя ранение, из неё вытекают рекламные деньги, она говорит, приложите фильм. Надо остановить утечку рекламных денег. Как плохо. Это просто юмор. Знаешь что? Мне здесь больше интересно общество. Вот больше всего. Ты так говоришь, как будто она натурально взяла всё общество. Какой-то набор людей, который занимался её травлей. Здесь речь идёт про очень простую вещь. Что вот у тебя есть какое-то количество людей, которые на тебя напало и тебя критикуют. И ты защищаешь, ну, как-то пытаешься эту критику минимизировать. И ты делаешь фильм, ты решаешь совсем другую задачу. Ты успокаиваешь этих людей. Если эти люди, типа, перестают тебя критиковать, это просто, наоборот, показывает, что, условно, вся эта история была инспирирована каким-то набором людей, которые как только успокоились, так сразу всё и схлынуло. То есть, если это нам история, что и продемонстрировала, по модулю всего важного, что мы узнали, это то, что в таких штуках решает, ну, 15 человек. Ну, понятно, да, понятно. Нет, там всё-таки отказались, да. Надо будет, как-то, обязательно с Тимуром КВН обсудить. У него как-то, блядь, посттравматический синдром. Он когда хочет что-то плохое сказать, он говорит, это прям вот КВН. Нет, знаешь, почему мне кажется? Потому что я вот устал придумывать сложный юмор. Давай когда-нибудь сядем, и вот день будем просто вот самый простой юмор. Братан, ты придумывал сложный юмор? Я его не придумывал, я сказал, устал придумывать. Я же не сказал, что я его придумывал. Ну, знаешь, типа в духе, типа, внимание, внимание, говорит Германия. Да, да, да. Вчера под мостом поймали Гитлера с хвостом. Абсолютно верно. На этом мы закончим. Запиздели. Спасибо огромное, Руслан. Алиса, поставь очень серьёзную песню. Классическая музыка. Отличный выбор. Субтитры сделал DimaTorzok